Всем еще раз добрый день. 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 Всем привет. Всем еще раз добрый день. Всем привет. 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 Подробное описание тура с перечислением всей программы подробно, возможно, дата заезда, отелей, указание, в каком отеле встреча будет происходить с гидом, из каких отелей нужно будет немного пройти пешком. Будет описание всех включенных экскурсий, стоимость дополнительных экскурсий, индивидуального трансфера и других дополнительных услуг. Подробно выделено здесь, что включено в стоимость, что оплачивается дополнительно, какие документы нужны, в общем, вся полезная информация. И что очень важно, такие общие организационные моменты, сейчас скажу по экскурсионным программам, то, что время начала экскурсии в описании тура всегда указано ориентировочное. Перед началом экскурсии проводится сбор всегда туристов по отелям, и точное время встречи с гидом в холле отеля для начала экскурсии всегда указывается в индивидуальной программе туриста. Мы ее приукрепляем в личном кабинете за два дня до заезда. Кто просит, мы усваиваем ее на почту. Там же указываются контактные телефоны гидов по каждой экскурсии, телефон, это кайм-турист для экстренной связи в Петербурге. Так что общее для всех туров, это прибытие в гостиницу самостоятельное для сборных программ, самостоятельное размещение в зависимости от политики отеля, это в основном после двух, иногда после трех, выезд до 12, как правило. До начала экскурсионной программы вещи можно сдать в камеру хранения, и после ее уже расселиться как раз. Раннее размещение по день выезда из отеля, конечно, возможно, но с дополнительным уплатом и при наличии места в отеле. По желанию, любой тур можно продвить, добавив дополнительные сутки, свободные дни это будут до или после экскурсионной программы. И, в общем, мы рекомендуем это делать в случае, если туристы не успевают на экскурсионную программу, указанную на время встречи, или уже они уезжают раньше времени, может быть, стоит тогда забронировать до сутки и чуть раньше их туда привезти. Вот эти организационные моменты, они одинаковы по всем угадаемым турам, поэтому мы далее уже не будем на них останавливаться. Итак, дальше при подаче заявки, когда вы уже определились, что хотите забронировать, подаете вы... в корзину услуг, где можно проверить, какие экскурсии ваши лифт-тур, какие можно выбрать дополнительные экскурсии, если внизу поставить галочки, например, с туристов выводить их стоимостью. Выбрать индивидуальный трансфер при желании. Также здесь, в корзине, можно увидеть размер комиссии, уточнить. Вот по прому 15 экскурсионным турам комиссия 15%, вверху слайда красной стрелочкой указывает на размер комиссии. Теперь поговорим об особенностях бронирования экскурсионных туров с авиаперелетом. Также на примере тура встречи Нового года в Петербурге. С авиаперелетом мы выбираем тур, вкладку с самолетиком. Город управления, например, Краснодар, страна Россия, тип тура приема в Петербурге, тур встречи Нового года в Петербурге. И обратите здесь внимание, стоимость тура заложен регулярный авиаперелет, эконом-класса по минимальному тарифу. Стоимость и выбор авиакомпании подтверждается на момент бронирования. В случае увеличения стоимости предлагается доплата, а она не комиссионна. При нажатии на кнопку «Купить» происходит подбор уже подходящих по параметрам регулярных авиарейсов. Вам откроется вот такое окошко с результатами поиска, где можно будет выбрать вариант, который устроил бы по стоимости и по другим параметрам. Можно либо отобрать все предлагаемые варианты перелета, как на левой части слайда, либо же можно отсортировать предложенные вам варианты перелета по параметрам, как вот в правой части слайда. Здесь отсортированы, отобраны рейсы только без пересадок, а также можно выбрать авиакомпанию и интернерного багажа. Поскольку Новый год – это востребованные даты, минимальный тариф здесь не предлагается на данный момент. И, как вы видите, здесь есть вариант либо с небольшой доплатой, доплата вот 4500, указанную на рейсе с пересадкой, запрямые рейсы каплица доплаты довольно существенные. В даты низкого сезона, конечно, можно забронировать рейс и на минимальном тарифе. Подбор вариантов осуществляется на текущий момент. Для каждого с бронированного варианта есть свой тайм-лимит, в течение которого билет должен быть выписан. Это может быть на местах новых острых и в пределах получаса, на регулярных таких аэроприводчиках, обычных, это может быть и сутки, зависит от авиакомпании. Об этом обязательно появляется обязательное сообщение при бронировании. Выбор уже подходящий авиаперелет, нужно нажать кнопку «Выбрать», и вот мы попадаем в такую корзину услуг. Здесь сразу можно отметить, что все туры с авиаперелетом стандартные, они не про ум, а за них предоставляется стандартная комиссия. Вот в верхнем окошке вы как раз видите. В корзине также здесь есть возможность выбрать другой тариф авиаперелета, той же авиакомпании. В корзину услуг также можно добавить индивидуальный трансфер, посмотреть, опять же, какие экскурсии входит в стоимость. В данном туре, как вы видите, только одна экскурсия 31 декабря. Дополнительно можно выбрать другие варианты экскурсии. Далее будет обязательное сообщение внизу, поставив галочку, в котором бронирование будет завершено. Так как мы имеем дело с бронированием регулярного перелета, необходимо сразу будет внести верные паспортные данные туристы. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или другого произнала документа и гражданство. Вот сейчас убрана уже дата выдачи паспорта, теперь ее вносить не надо. Никакие изменения после бронирования, как правило, невозможны. В случае, если, например, при внесении даты рождения или телефона, а телефон нужно обязательно вносить без пробела из кубок, в порядке. Была сделана, если ошибка, да, вот в этом. Туристам, например, был внесен один и тот же номер паспорта. Путевка будет забронирована, но сам регулярный перелет забронирования не будет. Система это сортирует. И нам придется, нам придет отчет об ошибке, придется заявку эту посадить повторно. Поэтому будьте внимательны, когда вносите действительно данные туристов. Также в этом сообщении будет указываться сумма предоплаты за билеты, которую надо вынести до окончания тайм-лимита. И можно будет познакомиться с правилами тарифа, которые выбираются. Мы считаем, что благодаря возможности такого объединения подбора регулярных билетов в режиме онлайн, в сочетании с экскурсионным пакетом и отелем, этот продукт получился достаточно уникальным, и нам кажется, что он очень перспективен и будет вам, надеюсь, удобен для использования. И вы сможете предлагать его туристам в комфортном формате, тогда все можно сделать в одном окне. Что касается отелей, в которых смещаются туристы и по регулярным программам, а также в новогодних регулярных заездах. Также учусь исторически, что отель «Октябрьская», ее собрат в корпус второй и на Бест-Вестернку из центра. Исторически, наверное, самый популярный отель по сборным программам, потому что расположена очень удачно прямо напротив Московского вокзала и станции метроплощадь Восстания. Рядом множество магазинов, кафе, ресторанов, кинотеатров. Два больших торговых центра с токманной двери. В общем, прекрасное еще соотношение цены и качества. Поэтому это, конечно, выбор номер один. Еще один отель. Станция «Эль-1». Это трехзвездочный отель, а он совсем новенький, открыт в 2018 году, не знаю. Прогадает к вам гостям небольшие, но такие современные, яркие, стильные номера. Вот в этом стиле оформлены все номера этой сети станции. Очень хорошее обслуживание в сети этих отелей. Этот отель находится где-то в 15-20, может быть, минут пешком от Московского вокзала. Также от метро Площадь Восстания в минут 15. Номера хорошо оснащены. И, в общем, несмотря на небольшой размер, там все есть для комфортного проживания. Еще приятная опция этого отеля – это все доступные столовые, кофейный уголовок с микроволновкой, холодильником, кофейная станция. В общем, то, что отличает все отели сети станции. И все они находятся достаточно в центре, центрально расположены. Сбор туристов на экскурсии и из отеля «Октябрьская», и из отеля «Станция» происходит в поле гостиницы «Октябрьская». Но от станции, да, если пройти до «Октябрьской» – 10-15 минут. Достиница «Санкт-Петербург». В общем, тоже популярна. Отель не новый, очень хорошо знакомы туристам. Удачно расположена в столическом центре на Пироговской набережной. Удачный фон не видит из окон, потому что видна «Аврора» отлично. Видна акватория низа миров с видом на нее. Отель не так давно сменил категорию на 4 звезды. В связи с тем была реновация и холлов, и конференц-залов, и общих зон, так скажем, и основной части номеров, которые получили новую категорию «Стандарт». А номера не реновированы, были переведены в так называемую категорию «Тур-класс». Сборная экскурсии происходит в этом отеле в поле «Стандарт». Отель «Нептун» расположен в историческом центре Кетербурга, вблизи от станции метро «Свенегородская», в зеленой парковой зоне. Уникальной особенностью его является часовник, который расположен прямо в отеле. В парковой зоне находится торгово-развлекательный пункт из планеты «Нептун», где находится первый в России «Алькеанариум», такого хорошего международного уровня, достаточно большой, интересный. И рядом находится еще театрный зритель. В этом отеле два корпуса. Корпус «А» более экономичный, и это три звезды, и корпус «БД» более дорогой, имеет категорию четыре звезды. В отеле есть бассейн, есть спорткомплекс, бассейн, посещение бассейна за докладом. Еще один отель цепи «Станция», «Станция З-12». Здесь мы любим часто сидеть и школьные группы, он достаточно большой, куда большие школьные группы хорошо помещаются. Такой же сильный, яркий интерьер, как у всех отелей «Станция». Это рядом с метро «Свенегородская», 10 минут до отеля «Нептун». И встреча с гидом происходит в холле «Нептун» на экскурсии. Следующая гостиница «Киевская». Также одна из самых популярных гостиницей «Ди-туристов» благодаря своей бюджетной цене. И бюджетной цене также и на ужины. Ну, достаточно скромная гостиница. Уже в целом не новая, но очень удобно расположенная. Рядом метро «Оборный канал» и три остановки по прямой Таневского проспекта, эрмитажа. Расположение очень хорошее. Гостиница состоит из двух пятиэтажных корпусов. На двух соседних улицах они находятся. Один корпус уходит на улицу Дневропетровская, а второй на улицу Курская. Предлагают они номера с удобствами, а также есть в этом отеле такая категория, как частичное удобство, где в номере только раковина, а душ и туалет находятся на этаже. Сборные экскурсии происходят в школе гостиницы «Киевская» на Днепропетровске. Еще один экономичный вариант размещения – это мини-отель «РА» «Тамбовская». Входят все эти отели «РА». Расположен он недалеко от гостиницы «Киевская», в центре «Делового квартала», рядом с той же станцией метро «Оборный канал». Расположен на тихой зеленой улочке, поэтому там достаточно комфортно и не шумно. Сборная экскурсия происходит в корпусе «Непропетровская», гостиницы «Киевская» и «Т-5» в монстре. Отель «Бристоль», «Три звезды». Он комфортабельный, в общем, для достаточно недорогое размещение в том же самом районе. Находится он в отдельно настоящем красивом историческом здании 1907 года постройки, который в детстве сейчас там был реконструирован. И, в общем-то, там за историческим фасадом открывается достаточно удивительная атмосфера отеля в английском стиле и индивидуальный подход к каждому госту. Встреча на экскурсии происходит в гостинице «Киевская» 10 минут с пешком. Популярно еще один отель «Азимут» категории 4 звезды и второй корпус «Тельфонтанка» 3 звезды расположен на историческом центре на живописном берегу реки Фонтанки. 18-этажное здание отеля «Азимут» в горячем и гости могут не создаться просто действительно очень красивыми панорамными видами города. И из верхних этажей номеров и из панорамного бара, который находится на верхнем этаже. Все категории, номера категории «Смарт» были виновированы, вносят точнее название «Смарт», они были виновированы в «Азимуте». А в отеле «Фонтанка» номера ставлены на картинке, на правой картинке внизу, они более, конечно, старенькие и скромные. Этот отель «Афонтанка» соединен переходом с отелем «Азимут». Открывается отсюда хороший вид на реку, исторический центр города, шаговые доступности, метро, технологический институт, поэтому в этих отелях также популярны. Сборные экскурсии происходят в поле отеля «Азимут». Поэтому выбрать проживание можно в понравившемся отеле в центральной части города. Список размещений, вариантов размещений довольно большой, они неограничены в наших сборных турах двумя-тремя отелями. И место сборной, экскурсии у нас всегда удобно. Это либо, как вы везли, по отелям, либо свежая доступность в 10 минут. Теперь пару слов о тепловых программах. На зимний весенний сезон. Эскурсионный тур «Петербург» классический. Это программа для туристов, которые решили впервые кидать в Петербург и посмотреть максимальное количество достопримечательностей и побольше экскурсий. Здесь гарантированные экскурсии происходят по определенному расписанию в составе сборных групп. В период мая-сентября экскурсий проходит каждый день. Октябрь-апрель, а в понедельник и с Тормика являются свободными днями. В основном, дни есть экскурсия. Размещение в отелях в центральной части города разница новой группы. Предлагается возможность выбрать заезд и выезд в любой день недели с продолжительностью от 2 до 7 дней. Удобно подобрать день начала тура и длительность, которые включат заинтересовавшиеся экскурсии. Если выбрать продолжительность в 7 дней, то программа включает все экскурсии. Инкрусионный тур Петербург-Лайт подойдет для туристов, которые уже более бывали в Петербурге и знают город или которые идут с настоятельными прогрессами. Включает этот тур только одну или две экскурсии в зависимости от продолжительности. Это цитадель Петра Великого с посещением территории Петропавловской крепости и собора и тюрьмы в пятницу и императорский Петербург с посещением Эрмитажа в воскресенье. Остальные дни по этой программе свободны. И при бронировании возможно дополнительно добавить заинтересовавшую экскурсию в составе сборных групп за докладом. Эта программа очень интересна для туристов, которые не хотят ездить на экскурсию каждый день, но хотят воспользоваться привлекательным национальным проживанием, которое заложено в пакет группового тура и проживание добавить в экскурсы, которые нужны. Таким образом, в случае, если в дни пятницы и воскресенья попадают выбранные даты заезда, обе экскурсии включены стоимость и цитадель и Ирадский Петербург. Если выбран заезд в воду за среда, то экскурсия, которая проводится в пятницу, не предоставляется. Посмотрите внимательно на дни в произведении экскурсии и выбираем день заезда. Отдельно еще предлагается тур Петербург-Вайт-Плюс, в которой более длинные по продолжительности на 10 дней заезды в него по четвергам и пятницам. Он дополнительно включает в себя экскурсию в Кранштадт по среду. Эскурсионный тур Петербург экономичный. Заезд в любой день недели также продолжится от 2 до 8 дней. В стоимость сюда включены уже 1, 2 или 3 групповые экскурсии. Предлагается на свободные дни с возможностью заранее забронировать дополнительную программу. В стоимость включены здесь самые популярные экскурсии в пятницу, субботу и воскресенье. Это Садель Петра Великого с Кропавловской крепостью с собой во мне тюрьмой. Это Царское село и Императорское Петербург с Эрмитажем в воскресенье. Стоимость тур этого является очень привлекательной. Суббота в Санкт-Петербург и Кент-Лайт. Это экскурсионные туры выходного дня в составе сборных групп. Стоимость включена здесь только одна групповая экскурсия по субботам Царское село с посещением Екатеринского дворца и Янтарной комнаты. Также в эту программу можно добавлять дополнительные экскурсии. Это один из самых коротких экономичных вариантов экскурсионных туров. И в общем для него любых других программ мы всегда готовы вам предложить индивидуальные трансферы и индивидуальные экскурсии, если потребуется. И мы также предлагаем вам индивидуальное бронирование отелей и в целом индивидуальные туры для туристов, которые не хотят ездить по групповым спорным программам. Вот интересное предложение для индивидуального бронирования отелей можно ставить такой тур Петербург а-ля карта, который включает в себе проживание в отеле плюс пакет из двух групповых экскурсий. Здесь можно выбрать где-либо групповые экскурсии списков в дни когда сбронировано проживание в отеле. Встреча с гидом предначают экскурсии в холле гостиницы Октябрьская. Забираются до места встречи с гидом туристы самостоятельно. И, конечно, нужно заявку по культуре принести примечание какие-то экскурсии туристы выбрали. Груповые эти экскурсии проводятся по расписанию в день, ну, в день, в неделю. Но здесь нужно обратить внимание, что зачастую стоимость тура с пакетом из любых экскурсий может оказаться сопоставимой со стоимостью просто отдельно забронированного отеля или даже ниже. Потому что в пакетном туре мы можем задать вам и групповые тарифы на отеле и часто забронировать тур с пакетом из любых экскурсий выгоднее, чем отдельно забронировалось проживание. Петербург ВИП отдых в отелях Санкт-Петербурга высокого уровня с индивидуальным экскурсионным обслуживанием. Поживание здесь уже включено в отеле с выбором типа питания, индивидуальный трансфер, индивидуальная объединенная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу трехчасовая. Это можно назвать доступный вид, потому что в этом пакете предлагается туроператорский тариф на отличные отели 5 и 4 звезды, которые очень выгодно отличаются от открытых цен на проживание. Наконец мы добрались до Санкт-Петербурга для школьных групп. Круглогично у нас действует несколько школьных программ туров, которые немножко отличаются по наполнению в зависимости от сезона. Зимний сезон условно мы поставили 16 октября по 27 апреля, потому что в этот период не работают фонтаны в Петербурге и в основном в программах посещает туристы Царское село как более привлекательный объект в зимний сезон. Есть программа классика от трех до шести дней, в ней немножко больше музеев и включен Эрмитаж. Есть программа Light, в которой есть минимальная продолжительность два дня, одна ночь, и рассчитанная от программы от двух до пяти дней. Это более бюджетный вариант, чуть менее насыщенная инсклюзионная программа и здесь посещает группа не Эрмитаж, а русский музей. Программа Interactive наносит название эпоха Петра, поскольку включает посещение достопримечательностей, связанных с Петром Первым, такие как домик Петра Первого, Мускаймера и интерактивные музеи, улицы Времени, Петропавловская крепость, Петровская акватория, где-то корабль Полтава, который сейчас строится, интересный нашим Газпромовский проект по созданию линейного 64-пушечного корабля в деревне полностью деревянного, который уже сейчас включен на воду и уже стоит с мачтами, которые можно посетить и там рассказывают про быт моряков, про корабль, про Петра Первого, про строительство судов в России в то время такая тоже необычная экскурсия. И программа «Туры выбили свой ВУЗ». Она сделана на примере посещения четырех технических ВУЗов. Эта программа разрабатывается с учетом пожеланий группы под запрос. Мы связываемся с ВУЗами города, договариваемся о проведении экскурсий для группы. И также эта программа считает полезным и приятным, когда помимо ВУЗов группы смотрят и достопримечательности города, которые наиболее интересны. Я не буду долго здесь специально останавливаться на программе каждого из туров, потому что все эти программы сделаны для ориентира программ, возможной программы и для ориентира цены, поскольку работа с каждой группой абсолютно индивидуально. Каждый запрос это хендмейт абсолютно и составляю индивидуальную программу с учетом пожеланий, количества человек, бесплатных сопровождающих, возраста, участников, времени приезда, желаемого отеля и питания. И всегда под группу не стараюсь продавать цепель, который будет максимально удобен и выгоден на данный период заезда. И по поводу питания стандартные программы включены завтраки, в том числе в первый день завтрака в кафе, но в рамках любой программы мы можем организовывать обеды, ужины, работаем уже с правильными кафе, которые удобно расположены по маршруту экскурсии. С группой заранее согласовывается одно меню на группу по каждому обеду. Это, в общем, достаточно удобно для руководителей, не надо ломать голову, где одновременно накормить 30 детей в автобусах и запрещено, поэтому это такая опция, которую мы делаем, и, в общем, вы с ней тоже получаете комиссию, если мы включаем состав продукта. С поводу преимуществ наших туров, это, конечно, наш опыт работы, это, что очень важно, оперативные ответы на заявки, пик сезона, и если мы еще ждем какого-то долгого ответа от гостиницы, все равно это, как правило, сутки. если не сверх сложный запрос, то это, может быть, и час, в общем, отвечать я стараюсь всегда оперативнее. Индивидуальный подход к каждой группе, как я вам уже сказала, в общем, каждая программа разрабатывается уникально для каждой группы, и они достаточно разнообразны, от классики до интерактива, в загородных музеях также можно делать интерактивные программы, они будут вывешены на сайт дополнительно, описание экскурсий, которые возможны в старском селе Петербурге в интерактивном формате. Любая программа может быть изменена полностью или частично, у нас наш, плюсик это очень высококлассные действительно очень опытные изгиды, которые работают со школьными группами для совершенно недоступным языке, рассказывают детям историю города и различные другие интересные факты. Объекты размещения у нас в основном расположены в центре города или в удобной транспортной доступности от центра. И в общем, то, что мы очень интересно подходим к школьным группам, мы обязательно оформляем все документы в ГИБДД. От вас требуется только список группы в нужном формате с телефонами родителей и реквизитами школы. Детская группа считается эта группа, которая 8 детей едет без родителей. Такие группы мы уже обязаны регистрировать в ГИБДД. И такой нюанс запрещена ночная перевозка детей после 23 часов, так что ночные экскурсии в этом году были разрешены только в период белых ночей, а так после 23 часов возможен переезд только в цель трансфера. Все маршруты по детской группе согласовываются заранее, после подачи в ГИБД мы уже не можем их менять, поэтому на месте бронировать какие-то экскурсии детским группам невозможно. Размещение школьников это то, над чем мы постоянно работаем, мы постоянно начинаем новые интересные объекты для размещения школьных групп. Вот это пример нестандартного хостела, хостел это не сюда помойка, такое уникальное вариативное пространство расположено в 7 минутах от Московского вокзала, это хостел от Минститис Мейбурн, и уютным, достаточно очень сильным интерьером, который вмещает до 28 человек. И в таком формате группа, если она достаточно большая, может полностью занять весь хостел. По такому же принципу мы работаем с мини-отелями в центре города, и иногда предлагаем группам, если это выгодный формат для них, закрыть целиком весь отель занятий. под группу, это, конечно, очень комфортно. Еще один отель, я хотела вам показать, он новый, на мой взгляд, это идеальный формат для размещения школьных групп. Во-первых, это европейская цепочка немецкая, он открыт в мае 2018 года, очень проработанный, очень интересный такой дизайн, стильный интерьер, расположен рядом с Никольским собором, недалеко от метрова Садовая, 15 минут примерно пешком, а основной номерной фон здесь номера на 4-6 человек, вот как на примере на картинке четырехместный номер с двухэтажной кроватью, все номера здесь с удобствами, вот кусар как раз, это дверь в ванную комнату, там все достаточно просторно и удобно сделано, завтраки здесь качественные членский стол, такой достаточно добротный, есть оборудованная кухня для гостей, ее можно бесплатно пользоваться, и у отеля большой закрытый двор, есть всякие интересные пиванш-зоны, где можно посетить, пообщаться, игровая зона небольшая также имеется, и что очень важно, в этом отеле достаточно привлекательные цены для групп, и у нас есть там гарантированный номеран на осенние каникулы, на весенние каникулы, на май, такие самые гарные даты. И сопровождающие замечаются обычно в двухместных именах, в двухместных именах тоже есть. Как найти школьный поиск туры? Поскольку я завожу все-таки заявки для групп самостоятельным, и агенты видят их уже в своем личном кабинете, это такая удобный формат, который нравится очень агентствам и в общем удобен для отслеживания, потому что это такая индивидуальная работа всегда. Я не буду очень долго остановиться на поиске тура, но все-таки положу где идти, если вам удобнее поиск тура смотреть информацию. Во-первых, они размещены в детском туризме, турпакет без перелета, город любой, регион, можно выбрать самостоятельно для групп. И откроются варианты туров, можно выбрать период заезда и продолжительность нужную. Откроется такое окошко, при выборе показывается обычно минимальная стоимость, если не выбран какой-то конкретный тур. Здесь цена обратить внимание указана на человека, потому что здесь указан ребенок и цена на полезного школьника. Второй вариант, где размещены эти школьные туры, это также в отелях спа экскурсионных пакетов. Сами разместили их и там, и там, потому что сайт немножко дорабатывается, где-то что-то могут убрать, чтобы можно было найти их везде. также если вы увидите город санкций для групп, то увидите все эти туры, можно выбрать заезд и продолжительность, какой-то конкретной программы. Здесь уже будет указана цена за группу целиком, при разном, соответственно, размере группы. Самый удобный вариант сориентироваться по программам и ценам это открытие прайса на промо-странице каталоги страны России выбираете экскурсионные туры в Санкт-Петербург и здесь уже находите вкладочку школьные туры и открывается страничка с информации здесь прайсы в Ардовске прикреплены по всем программам с подробным описанием по дням сцены. Есть ссылки на отели, которые в этих программах участвуют и можно сразу посмотреть описание отелей. Задиня сказала, из поиска туров так же, как и для сборных программ ссылки с названием тура активны и войдя в них тоже подробную информацию, которую вы увидите. Все прайсы у нас рассчитаны на группу от 10 до 30 человек с одним или двумя бесплатными сопровождающими. Бесплатные сопровождающие это те, чья стоимость раскидывается на остальных участников программы и, конечно, чем их меньше для группы, тем выгоднее. Ну, как правило, для школьных групп достаточно одного сопровождающего на 10-15 человек, на 20-25-30 достаточно двух сопровождающих из этой логики и сделаны так прайсы. Чем больше участников в туре, тем меньше цена на человека. Соответственно, группы 10-15 человек ездят на микроавтобусах группы, а 20 человек ездят уже на больших экскурсионных автобусах. Стоимость тура в программе указанного участника до 15 лет. В конце прайса всегда прописана доплата за школьников 16+, потому что в пригородных музеях с 16 лет берется уже взрослый тариф билет. Ну и конечно почему работа с группами это еще всегда индивидуально, потому что не всегда группы вписываются вот в эти цигуры 10-15-20, там 23-27 и 35 и так далее. Автобус размещает до 53-х человек, поэтому группы могут быть очень большими. Здесь на этом слайде вы увидите нашу контактную информацию. Внизу как раз указан мой рабочий мобильный телефон по групповым заявкам. Можно мне звонить, я с удовольствием отвечу на все вопросы. Также все наши телефоны даны в описании программ, сюда вы найдете наш все запросы групповые, в том числе и какие-то индивидуальные заявки можно отправлять на Петербург собачка интерес труб. И пока вы рассматриваете очень неудачную фотографию нашего дружного отдела, я хотела бы вам напомнить про рекламный тур, который состоится 11 октября, в котором можно еще успеть применять участие. Тур на 5 дней с 11 до 15 октября, называется «Очарование Балтики 2018». Он проводится совместно с компанией «Моби-Стелл» в две ночи в Санкт-Петербурге и две ночи на пароме в круизе в Хельзнике. В программе предусмотрено питание 4 завтрака, 2 обеда в Петербурге, 2 ужина на пароме. В проживании в Петербурге гостиница «Октябрьская». Стоимость участия 7500 рублей. Для участия необходима шенгенская виза. Если ее нет в наличии, то участники оформляют ее самостоятельно. Мы предоставляем документы визовой поддержки. В Петербурге в рамках этой программы будут показаны основные популярные отели и две экскурсии также включены которые мы предлагаем в новогодних программах. Это посещение музея русской водки с дегустацией и в курсе легенды Петербурга посещением исторического театра макета Петровская акватория. Спасибо вам большое за внимание. Может быть если есть у вас какие-то вопросы я с удовольствием на них отвечу. Спасибо что нашли время выслушать этот лобинар. надеюсь он был для вас полезен. С большей уверенностью будете странировать наша программа и вам будет легче искать на нашем сайте. Спасибо субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...